вот они красавец красавцы 10 штук они крылья не смазаны здравствуйте дорогие друзья и снова с вами канал волга спин тв я ведущий сергей иванов сегодня первая моя вылазка береговой ловли вот сегодня приехал с утра на волгу вот такая вот у нас обстановка с утра идет дождь мы правда местами прогноз обещает прекратить скоро все это безобразие но пока дождик тут немножечко все освежил гроза молнии сверкают сегодня хочу продолжить тему джерковой ловли с берега продолжаю тест моего спиннингового удилища нового которые я показывал в прошлом своем видео когда мы были черными с николай борисовичем вот этот вот эта палочка удивительная такого плана ну что хочу сказать палка предназначена для ловли джигом но вес ее то есть тест ее до 160 грамм позволяет и проводить джерк бейты ну а сегодня попробуем посмотреть как она будет работать с берега я думаю что должно быть лучше чем с лодки почему потому что длинная рукоять разнесена вот она должна быть как раз вот подмышку зажимается очень удобно и посмотрим как будет проходить но сейчас немножко дождик прекратится накапывать и можно будет спускаться вниз и пробовать но первый бой пойдет слайдер потом у меня целая куча еще джерков но не которые новые все практически все новые взял сегодня только столичка вот этого взял ну как разведчика все остальные будут новые есть там интересные приманки будем тестировать проверять насчет улова не знаю как будет но посмотрим чем черт не шутит сегодня чисто день посвящают тестовой такой рыбалку посмотреть как джерки играют так спокойно и как классические проводки не будь себя вести но сейчас заканчивается с неба капать капания и спускаемся к воде так ну уровень воды я хочу сказать у нас сегодня нормальный осенью бывает и ниже вот этот бетонка но так то обычно вот здесь вот проходит на лодку мы бывало накачивали еще не так проверяем работа фрикционного тормоза и всех остальных услуг и агрегатов катушки пойдет добиваемся того чтобы при падении приманки в воду было пару-тройка оборотов ну сделаем первый заброс и попробуем сделать проводочку нашим слайдером сегодня вода прозрачна более-менее можно посмотреть как играет приманки палочка легкая в руке звонкая не проваливается изумительно пойдем дальше попробуем на большой воде травка палочки травка плавает уруруруру о мальки прыгают не боится она шлайдера ну вот не знаю как насчет рыба комфортность рыбалки заметили чистый бетонный берег пологи вода ушла нужно ходить спокойно по берегу ну что палочка в принципе отлично работает мне нравится легкая звонкая не проваливается так вот что хочу попробовать это вот как играет копия слайдер салмусский размером да и формы такой же практически одинаковый только единственное шарики внутри суммы яркий а так он практически один в один только петелька носовая у него все форуме крючки чуть поменьше родных петли тоже поменьше посмотрим как он играет у нас должен быть тонущий там посмотрим а он своим грохотом должен или привлечь или всех распугать но в основном джерки все имеют шумовые камеры поэтому я думаю что привлечь своим грохотом до кого-нибудь попробуем так сначала кинем недалеко да тонет он я бы сказал как камень но играет играет также вправо влево посмотрим сейчас на травой нацепляет не знаю ли трава уже зацепил че-то как-то мягко идет что там в тину прям пока поэтому мягко шел поэтому мягко шел так что это трава это хорошо есть вероятность встреча с хищником с каждым загрузком будет как переносить траву это все-таки наверно для больше для открытой воды и глубин больших 345 метров где там она орет ну честно говоря я не в восторге от этого камня еще порция рыбаков едет ну вот так вот он играет так принципе ну даже с травой сейчас попробуем так на небольшом расстоянии играет ну блин сразу ложится на дно ну что плохо мог бы немножко побольше плавучести она попробуем еще один у меня товарищ есть это тоже фирма так вот такой вот зверь посмотрим что он покажет какую игру ну то что он тонущий не сомневаюсь ну тонет он намного медленнее и если у него побольше то что он Травы что ли цепанул? Попробуем кинуть его так, чтобы было видно. Вот игра его. Игра в принципе нормально. Игра играет даже с травой. То есть массы хватает для того, чтобы совершать проходы вправо-влево. Пойдет товарищ дальше отдыхать. Попробуем чего-нибудь еще. Поставил джерк, который у меня с моим предыдущим поводком постоянно цеплялся нижним крючком. Сейчас посмотрим преимущества или недостатки титанового поводка. Этот джерк постоянно цепляет. Он очень короткий и верткий. Сейчас посмотрим. Попробуем. Попробуем. Сейчас проверим. Нет, не цепляет. Хотя, делает развороты больше, чем на 90 градусов. А мы Państwo Brown, пишем продажу. Наверные друзья, расскажи, мне아서 за снегу на хорошую инструкцию. Если мы еще разними, на pasti monostrocks ну видно как он поводок отскакивает в сторону это хорошо наконец-то я нашел оптимальный вариант поводка не нужно городить на петлю там ничего ставить термосадочную трубку чтобы ограничить ход все и так работает с большим большой застежкой потому что с большой застежкой больше свободы получается у приманки разворачивается а поводок уходит в сторону отлично ну и 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 вход пойдет у нас сейчас слайдер 12 палочка кидает разницы нет абсолютно не вижу не без тяжести легко звонко сейчас проводит вот прям бью покой по спиннинга про четко так отрабатывает вида не сгибается вот это отличный выбор в принципе обошелся не очень дорого если брать допустим жир будет в этот жирковый спиннинг от именитого производителя он будет наверно раза в три дороже стоить и кстати 12 слайдер на нем хорошо играет то что звонкости и упругость удилища зависит и проводка жир бы это здесь и не должен быть практически несгибаемый во время удара вот он практически не срабатывает просто бьет именно что вся инерция удара передается по шнуру на приманку и он когда начинает нормально играть видно что во-первых и заглубляется хорошо потому что он плавающий вариант кто там какая-то ракушка попалась плавающий зерк как раз вот здесь это нужно травы много да все таки салма слайдер это приманка номер один плане того что легкости освоения и кто бы там не делал копии но конечно же кроме меня я кота и дело хорошо все вот эти вот пластмассовые чурки они блин но не то какие-то не пустые нет в них жизни души нету все таки не зря салма сделали во первых не шумящим у него пластик такой как дерево и копии если получаются хорошие то только из дерева вот эти все пластиковые зачем изобретать велосипед как говорится единственное что у копии покупает дешевизна но она не всегда дает положительный результат в плане уловистости берег подсох теперь видно где можно наступать что-то там всплыло белое не могу понять это я наверное оглушил кого-то своей приманкой а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь у нас просто тупом мель... Мель... Мальков полно... Посмотрим сейчас... Как она... Летит хорошо... А, вот... Очень интересно... Короче... Это как поппер... Маленькие короткие рывочки... Но в Астрахани будет изумительно ловить... Плюхают отлично... Я думаю, что щуку будет сводить с ума... А, на паузе... Он стоит жопой вниз... А всплывая... Делает... Такие всплески интересные... Вот там... Посмотрим... Даже вон траву цепанул... Но там очень мелко... Если поппер надо еще что-то дергать... Тут просто подтяжки делаешь коротенькие... Прям буквально чуть-чуть... Даже не рывки... А подтяжки спиннингом... А на той стороне уже... На том конце... Приманка начинает шуметь... Если делать большие... Вам подтяжки... Интересно... Ну тут нам достаточно вот таких вот... Маленьких коротких... Ну что... Вот это... Меня приманка не разочаровала... По болотам будет изумительно работать... И маленькие наверное тоже самое... Маленькие попробуем в следующем... В следующий раз... Когда будем воблеры испытывать... Когда поставим... Маленькую катушечку... Леску потоньше... Интересно... Чайку сейчас... Чайка... Заинтересовалась... А... Да никак... Испытываю новые приманки... Балайсь короче... Да тут мелкому по колено... Блин... Воды... Я там... Щупку за глаз поймал... Да? Ну да... Но она отторвала... Там килограмма два... Прикормил... Мелочь подошла... Ну... Я кстати вот рассчитывал... Думал на обратном пути пойду... Если там не будет... Я там... А вот на открытых местах... Нет ни хрена... Там... Хотя вроде травка там была... Ну да... Ха... Ну короче... Она наказана... Да? Да... А что... Подвел... Прок берегу... Да? Да... Ну правильно... Все таки... Поводочек тоненький... Не рассчитаны такие... Ну что... Попугаем тут рыбку... Тут прям... Тишина... Покой... Малька полна... Что там блин такое... Кто-то плывет ко мне... Как торпеда... Прям... Жерех что ли... Или щука... Ну... Что ж... Ну... Или крупный окунь... Прямо малька погнал... Ну... Похоже всего на щеку... Похоже всего на щеку... Нагоняет... Какой-то разбойник... Щука... 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 А... Давай... 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 Какая щечка... Ну вот... Хулиганка... Красавица... Давай... плыви мамку за и есть . 1 на этом месте сама слайдер себя оправдал молодец как вот это вот здесь сейчас вот такая плесканул мне туда если удастся закимать пиявочка . . Так, иди, она прям, блядь. Ну, щучку одну небольшую поймал, на полки ложка где-то. А у вас че? Ну, я вот на той стороне был, там. Она вот так вот сюда пришла и здесь еще и сыграла, блядь. Так она ушла туда. Она оттуда пришла, вдоль берега ходит, под поверхностью. И она вот сейчас туда поплыла, вон где-то та вот. Я тоже пытался, блин, достать. А вот еще вот тут вот, за травой, вот там вот бабахнуло хорошее. Но тут травище, блин. Пишем. И вот еще одна щучка. И вот еще одна щучка. И вот еще одна щучка. Такая же, как первая. Опа. Опа. Эх, блин, как она раскровилась. такая же давайте красавица под свою расковыряла есть 2 сегодня слайдер опять труд вот как всегда зайдешь такие места где хотелось бы новые джерки попробовать ну и тут не в таком болоте только на плавающие плавающие у меня только один вот это ну поэтому придется на него тут уловить все остальные для чистой воды так хороший карасик помочь или он уже устал отчет он обожрался наверно красавчик прям пополам разрезать его сковородку в ладонь еле вмещается но это наш настоящий волжский до круглый красавец я смотрю вас там уже есть кое-что на зарёху то щучки тут не так это самое не мешает это ловить то я уже двух тут поймал в этом вот в этом болоте вот одно прям вот здесь вот это это разве головы они щука случайно я вот оттуда прям вдоль камышей вот баражирует как бах прям так под поверхностью я да ну вот понятно а я ему вот это кидает он че-то не хочет ее блин а щучка с удовольствием на правда такие вот шнурки ну грамм по 600 может быть ну а чё больше другая на той стороне был там вообще 0 сюда хоть перешел тут повеселее да сейчас посмотрите тут еще тут уже все заросшие так каждый заброску пучок травы и получается уже есть предложение сейчас пока перекусить рыбу мы сегодня все равно уже поймали есть такое желание покидать наши джирки все оставшиеся которые я взял с собой так просто посмотреть тут родил дно чистое ровное полная коробка кидал только сегодня всего пару штук сейчас перекушу до электрички осталось еще немножко и потом попробую пошлили посмотреть что тут ведет себя с берега потому что слотко сидя было анимацию неудобно делать сейчас перед перекусим и вперед но что перекусили до электрички остался чуть больше часа поэтому как раз эти время отведем для того чтобы покидать приманочки так ну вот из всех что в принципе вот харки джерки бомбер а это вот от strike pro но это копия эти порядка где-то 80 грамм по-моему это такой же ну вот харки джерки я еще на этом спиннинге не делал поэтому сейчас попробуем первую очередь его зафинделить посмотреть как он работает но и потом дальше по списку прям подряд все попробуем салма как всегда выручил сегодня вообще приманка конечно номер один для всех на все случаи жизни сегодня если бы не он то наверное ничего она не поймалась потому что в тех условиях а я сегодня как на зло еще взял все практически но только дачу самодельных ни одного не взял все которые вот за исключением харки джерки все покупал буквально за эту зима она вот еще 12 еще сама слайдер тоже ранее был куплен остальные все свеженькие поэтому если я взял самодельные они у меня в большей степени плавающие тогда может быть что-то еще можно было да ладно у нас еще впереди полного времени так ну вот где-то порядка 85 90 сах вот смотрим как спиннинг провисает ну конечно немножко да но это же не классический скажем так джерковый джерковый классический на этом весе был бы ровно прямой но за счет того что этот спиннинг очень упруги и звонки заброс будет как проща поэтому давайте сейчас попробуем в принципе забросу для этой длины так это достаточно для этого расстояния и начинаем удары удар идет звонко даже отскакивает отлично самое главное что я сегодня кидаю у меня сегодня абсолютно никакой вообще не я не чувствую усталости вот ну конечно каждому спиннингу надо привыкать и ну к этому я привык с первого раза так что там у нас ну что-то перестал играть цепанул траву конечно здесь мелко ну там вот сразу видно какая-то тина джерк бейта такой мощности и не надо дать дальности то есть я думаю что вот на этом спиннинге если джерк взять еще тяжелее то будет сложнее то есть и он слишком легкий вот этого удара даже может не хватить полностью чтобы анимировать а вот в пределах до 100 грамм не то что надо еще дальше конечно будет лодка с лодки будет повеселее что мы можем так вот это вот этого посмотреть голавлика я его кидал в прошлый раз лодки он тонет помедленнее по моему сейчас попробуем голавлика летит он так посредственно но ну он по поверхности идет его если задрать к верху он будет играть по верху вот и грохот стоит в общем щука он будет изумительно нет вот он кстати слотко не так играл с берега намного лучше делаем и начинаем проводку по верху вон он даже видно как боками сверкает под поверхностью короткие рывочки изумительно идет честно говоря первое впечатление было намного хуже а если дара света сверху вниз он идет немножко глубже ну вот я отсюда грохот слышу ну при приводнении можно немножечко тормознуть шпулю и тогда он выравнивается и проводка сразу если сделать паузу будет немножко поглубже эти удары можно вверх и можно вниз видно когда хант хаус производитель у него и джерги ты но в основном у него такие вот свинбейта и в бок и сверх и вниз одинаково работает при любых ударах следующий товарищ кто пойдет так вот еще сразу по ходу делаю такие не поучения совета очень часто нужно наблюдать когда некоторые рыболовы снимают видео и при поимке рыбы или что чего то еще когда спиннинг находится на берегу и есть необходимость его положить заняться чем-то другим спиннинг ложат на землю и в коем случае так делать нельзя вот или опереть от дерева или же вот об рюкзак если нету для никакой опоры так что кончик был кверх удочки ложат на землю потом подбегают соседи посмотреть и нечаянно наступает на кончик и вообще ломают снасть поэтому имейте ввиду ни в коем случае спиннинг ложить на землю нельзя ложите вот в таком положении вот положили его сразу видно никто и на него не наступит то же самое касается я опирание спиннинга на гладкую поверхность особенно автомобиля особо касается когда приехали на рыбалку опёрли его при открытой двери об крышу потом кто-то или сквозняком или кто-то нечаянно дверь захлопнул и вместе со спиннингом захлопнулась вот так вот или она соскользнула рачительный хозяин не даст опирать даже спиннинга по машину чтоб не посырать лакокрашенное покрытие просто отлично играет спиннинг звонко отдается да там мелко и джерк начинает цеплять траву купил бастера бастер есть такой потом у нас бастер есть маленький и у нас маленький а вот вот такой вот по-моему 10 12 да это 12 этот 155 бастер кубе довольно таки достойная копия ну играет как положено бастера тоже кистевой удар сверху вниз но это как квок тоже если неправильно держите рука отваливается а если правильно делать удар кистевой то можно целый день махать и ничего не будет так вот трава прицепилась сразу нарушилась игра сейчас попробуем еще один интересный свинбетик вот такой млонг красноперочка я даже сказала плотва тарашка одним словом тарашка я уже показываю на интересное имеет у нее тройник грудной прилипает тут магнит вот он так таком положении а что я сделал я приклеил хвост чтобы он не вытаскивался что что-то мне сомнение гложет что его наши зубастые клиенты оторвали бы он у меня еще пока новенький но я на него питаю большие надежды самое главное что он плавающий вот эту траву не должен цеплять если только она там не под самой поверхностью вот он наверно траву зацепил то что он практически на месте едет да и с травой он играет не хуже чем без травы там травы поменьше там травы поменьше там травы поменьше Вон как он Изумительно Изумительно Действительно Ну вот как-то вот так Ну что друзья Вот и подошел Концент наш рыболовный день сегодняшний Сегодня мы попробовали Джеркбейт Половить В таких условиях как жарко Сегодня сейчас уже под 30 Наверное уже духотище Сегодня ветра вообще нету Конечно погода такая что Оставляет желать лучшего Но все равно Я считаю что сегодня рыбалка удалась Мы сегодня попробовали Разные приманки Но как всегда Нас выручил Салма Десяточка Он принес нам У меня две щучки небольших Которых мы благополучно Отпустили Вот Покидали Новые приманки Сделали койки и выводы Ну что хочу сказать Значит палочка Изумительная Слоу джиггинг называется Это серия Я так понял Вот Тест у него 160 грамм И Метр 90 У нее длина Полутора частник Тоненькая Изящная Такая Шпага Я бы сказал Даже рапира И что самое главное На 180 градусов У нее Спиральное расположение Расстановка колец То есть первое Кольцо идет Прямо От катушки Потом следующее С небольшим уклоном И потом Еще Третье кольцо Так же И потом уже дальше Кольца пошли На низ бланка Переходят Это очень удобно Как раз таки для джига При использовании Мультипликаторной катушки Когда рывки кверху делаются В отрез Неплохо Ну и Для джерка Я тоже Не заметил Каких-то неудобств А при уваживании Тем более Леска будет Все опираться Только на кольца Поэтому Я считаю Что этот Спиннинг Достойный Внимание Тем более Фурнитура Fuji Кольца И Катушка Держатель Специальная Контра Гайка Есть Вот эта Которая Предохраняет От откручивания Вот этот Вот Винт Вот эту Гайку То есть И катушка Она не разбалтывается Сегодня Ловил На Амбассадор С4 5601 Хват у нее Прямо Нормальный Получается И за катушку Брал И брал В классическом Варианте Вот так Вот То есть Никак Рука не устала Ни при этом Ни при другом Расположении Изумительно Всем рекомендую Ссылочку дам В описании Спиннинг Классный Не бойтесь Он не проваливается Ну и цена У него Довольно Таки Такая Демаркатичная Все Аккуратно Сделано Прямо Я очень Доволен Ну Всем Кому Нравится Ставьте лайки Спасибо За просмотр Будем Дальше Пробовать Ловить На джерке В этом году Хорошо У нас С берега Разрешена Ловля Поэтому Вот В июне Уже В начале Вышел Но надо Подождать Немножко Чтобы Прохладнее Такую жеру Конечно Невозможно Ловить Ну Всем пока Ни хвоста Ни чешуи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому